Подхожу калитку, открываю, тут свора собак залетает. И давай мою драть. Станислав Алферов тогда успел отбить питомца, свою дворнягу по кличке Лайка. На него и самого, говорит, бездомные собаки нападали дважды, одна даже кусала. А вот кота-индусы из драки Станислав выточил уже поздно. Лопатку здесь пробили, как этими клыками, хромает он. Зимой в районе улицы Фурманова сугробы помогают бездомным животным перепрыгивать через заборы. Стаю воруют у домашних питомцев еду и атакуют, если охранник дома сопротивляется. Вот собаку порвали, домашнюю собаку дворовую порвали, бродячей сегодня. И еще два кота. Мы отправились на поиски. Оказалось, стая живет в ближайшем заброшенном доме, почти превратившемся в свалку. Когда мы пришли на место, то увидели всего двух собак, да и вид у них не слишком боевой. Видимо, остальные ушли в поисках еды. Приезжали волонтеры, которые, наверное, работают с Лаской. Две девочки и парень на машине. Я им тоже показывал, где они обитают. Ну, тоже вот так вот два щеночка и никого больше нет. Настоящую стаю нам все-таки удалось найти. Их место обитания – свалка за магазином. Сюда они прибегают из своего частного дома. Как только утром на территории магазина открывают ворота. Здесь привольно и всегда рядом покупатели с пакетами продуктов. Иду, а там выскакивает 15 собак. Просто. От мало до велико. Я быстрее им хлеба накидала и бежать быстрее. Потому что страшно. А детей страшно отпускать. Ситуация не меняется год. Лариса Печатнова собрала уже небольшую пачку писем-ответов от различных инстанций. Отделение полиции, например, передало обращение в администрацию железнодорожного района. Жители собрали уже 42 подписи. Но власти города тоже переложили ответственность. Пришел ответ, что передано в организацию «Ласка». Так. Ну что в «Ласку». Короче, наше заявление передали. Но «Ласка» не может постоянно принимать новых животных. В 2018 году к ним поступило почти 1200 четвероногих. При этом пристроить к новым хозяевам выходит только процентов 40. А усыплять здоровых собак и кошек теперь запрещено по закону. Поэтому остается находить причину появления собак и бороться с ней. Вот она, главная проблема этого района Барнаула, впрочем, как и многих других. Свалки, которые не умеют вовремя убирать. Постоянное место борьбы бездомных, как животных, так и людей. И пока здесь все будет оставаться в таком виде, будут оставаться и собаки. Закрыть крышками или убрать баки – вариант. Но, по словам зоопсихологов, есть еще более эффективный способ лишить стаю еды. И даже если животные не уйдут, интерес к человеку потеряют. Нужно просто перестать подкармливать собаку. Если она выучила, что эту еду можно выпросить, ну, выклинчить, ну, красивыми глазками, еще как-нибудь, она будет делать так. Если она выучила, что на этого человека надо погавкать, ну, вот она сама так выявила, выявила такую закономерность, то он пугается и ей кидает кусок хлеба, ну, чтобы от нее откупиться. А вот она будет делать так. Зоопсихологи – это люди, которые лучше всего понимают собак. Например, в Барнаульском клубе «Друг» есть целая программа, по которой практически любую дворнягу можно обучить хорошим манерам. Специалист клуба Надежда Курганова говорит, если бездомные начали убивать домашних, значит, они уже полностью освоили территорию, и вести себя с животными нужно максимально аккуратно. Лучше всего обойти эту стаю, не пытаться ни в коем случае не провоцировать. Очень часто даже взрослые люди, и детям показывают, и взрослые люди, может быть, вы там даже видели, что поднимают вроде бы как камень, да, на них замахиваются, и собаки убегают. Это 90%, что собаки убегут, напугаются. И из 110% получается, что собака может атаковать. То есть начинатель драки в итоге человек. А значит, и способы решать проблему нужно искать существу разумному. Перестать подкармливать, убрать свалки около мусорных баков, стерилизовать собак, даже домашних, прививать их. Конечно, жителям улицы Фурманова во всем этом придется ждать помощи. Андрей Дриер, Николай Шелко, Андрей Печеркин. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...